всем доброе утро сегодня у нас ранний мастер-класс и к нам пришел гость для меня это совершенно легендарный человек надеюсь для вас для некоторых судя по возрасту может быть не для всех но вы сейчас сами в этом убедитесь насколько замечательный гость пришел к нам в студию я вам представляю с удовольствием сергей шестнев телекомпании эфир шеф-редактор службы новостей правильно я говорю служба новостей телеканала эфир заслуженный работник печати и массовых коммуникаций республики татарстан на всякий случай вам так вот обращу внимание с 92 года сергей в этой профессии и в этой компании так это наверное комплимент профессиональной точки зрения передаю слово нашему гостю слушаем да спасибо большое ребята ну во-первых я очень рад быть здесь но не совсем здесь но это все равно место откуда я когда-то начинал правда в мои времена поступил я университет на факультет журналистики социологии психологии так он тогда назывался в девяностом году и располагалась располагались мы на 13 этаже 2 высотного корпуса и конечно ну как сравнивая те условия и вот сейчас вот 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 все это но это небо и земля и я просто рад что у вас есть такая возможность на практике постигать какие-то теоретические аспекты нашей профессии ну я думаю мы наверное следующим образом построим нашу работу powerpoint презентация по основному чем мы занимаемся я как новостищик телевизионщик в основном работаю на новости это ведение программы это производство новостного контента репортажа ну и новостной репортаж это наверно самое главное чем мы занимаемся и поэтому этой презентации как раз все азы необходимы тем кто приходит начинает вот тут все есть в двух словах если говорить о себе я из ранних то есть я в девяностом поступил девяносто первом году у меня был такой небольшой опыт работы газетным журналистом кстати эта газета до сих пор существует называется казанские ведомости ну вот а тогда она только открылась девяносто первым и наш в том числе и педагог любого владимир нагеева пригласила ну сделала такой финт ушами достаточно рискованная пригласила нас с молодых первокурсников к себе наводила репортерство тогда как раз как вы помните по истории девяносто первый год это год распада советского союза рождение новой страны новой россии и соответственно это отражалось на журналистике самым непосредственным образом уходила в историю так называемая советская школа журналистики и пропаганды потому что это всегда через и в то времена воспринималась и писалась вот и приходили западные стандарты тележурналистики и как бы вот родился в этой газете отдел репортерства что такое репортер советской журналистики так такого понятия не было были журналисты которые работали с письмами трудящихся были там журналисты которые освещали работу передовиков производства ездили в поля ну что мне рассказать это уже все история вот мы мы как раз были заточены почему мы взяли студентам мы бегали и собирали информашки 35 строчек и была колонка новостей чего тоже как бы советских газетах до этого не было новости одной строкой у нас была там норма план и одна ставка по моему на троих на четверых но нам это все безумно нравился когда в девяносто втором году вдруг мне предложили а не хочешь попробовать себя на новой юной молодой телекомпании вот которая только родилась ее никто не знает если тебя ничего не получится если облажаешься никто этого не увидит нас никто не смотрит три с половиной человека и те родственники тех кто работает на телекомпании примерно такой был разговор вот и потом я пришел но просто вот попробовать что ли азарт какой-то был хотя мне казалось что телевидение я это где-то совершенно разные вещи далеко вот ну так получилось что с 92 года с июня и по сей день и я в этом в этом всем борюсь и как бы не знаю ну наверное и впереди тоже если все будет хорошо ничего не случится впереди тоже как бы планы оставаться на плаву именно в телевидении ну что я начну тогда по презентации и сразу давайте договоримся если будут какие-то вопросы по ходу вы можете ну как бы смело их задавать если что-то вдруг непонятно потому что когда некий диалог это все равно ну как-то веселее у меня есть сюжет о том как все начиналось чтобы представить примерно атмосферу тех времен с чем мы начинали с каким оборудованием мы начинали кто были эти люди которые ну пришли делать телевидение в казань информационную программу город наш любимец назвал ты почему собственно город ну честно говоря это было первое название которое пришло мне в город в голову когда мы начали эту программу создавать потому что все что могли мы перепробовали разные варианты и город мне показал самая лаконичная из отражающей суть программы 15 минут три раза в неделю таков был график выхода новой программы на новой городской телекомпании в первые полгода существования все кто стоял у истоков и сегодня спустя десятилетия уверяют решиться на запуск такого проекта тогда на примитивном оборудовании и голом энтузиазме было безумием или подвигом раз два три четыре пять ситуация на казанских дорогах по-прежнему остается критической по данным на 15 часов в городе произошло извини 19 происшествий подскажешь мне который погибло три человека с требованием соблюдать график что ты не идет а извини еще раз терпи терпи сотрудники госавтоинспекции попросили к на нас пока не идет после первого эфира нас удивил он пришел была на столе бутылка бутылка шампанского и полка колбасы вареной и вот так каждый день вот как программ город выходит мы выходим шампанская колбаса шампанская колбаса и так продолжалось достаточно долго вы потом кончилось но это конечно не забываем когда каждый выход в эфир праздник работать хочется много и самое главное с удовольствием ой какой ужас боже мой веду программу ну как всегда как всегда хорошо веду программу вдруг вырубается свет и абсолютная темнота и полная тишина две-три секунды вдруг из аппарата доносится сдавленные матершины извините меня за выражение что-то быстро налаживается делается делается и вдруг голос такой придушенный яна ты как там в порядке да начинаем включаются софиты и все и как всегда добрый вечер в эфире город самый самый первый выпуск программы город провела яна валиди она ильша таминов эдуард хайрулин айгуль мерзаянова андрей кузьмин стали первыми звездами канала эфир на улице тогда прохода не давали просили автографы и даже сейчас спустя много лет прохожие узнают их прежде всего по работе в программе город добрый вечер в студии и шат аминов в эфире программа город в студии ольга юхновская здравствуйте в студии михаил любимов елена жаркова юрий воробьев на илья харудинова максим шурупудинов тимур саразиев земля фаскудинова роман ерыгин эльвира ибрагимова главное в этой минуте часто говорят бывшие телеведущие но я считаю что телеведущими бывшими быть невозможно так как артист не может быть бывший так и телеведущий не может быть бывший разбудит им меня среди ночи может быть я не буду как прежде так хороша среди ночи но то что я смогу работать на камеру это как это это не исчезает никуда мы не знали что такое дикторы это мы уже были совершенно другие мы знали как это делал листьев мы знали как это делали тогда молодые журналисты на центральном телеканале и мы делали также а порой делали еще лучше а в это время мэр города осматривал городское отхожее место точнее канализационные коммуникации а вместе с ним и наша съемочная группа посетила последнее пристанище фекальных масс в тот раз вместе с мэром в городскую клоаку спустилась ольга лаврова съемочные группы программы город всегда были в самом эпицентре городской жизни создавая свои репортажи даже тогда когда их герои вовсе этого не хотели будьте мужчины в конце концов добрый вечер в эти минуты как всегда происшествия эфир тогда считался но таким местным голливудом и попасть туда оказалось совершенно невозможно и мало кто вот из нашей группы туда рискнул пойти но я все-таки была наслышана о том что там есть такой чудесный директор или шатаминов что он благосклонно относится к владым значит журналистам студентам талантом и я попробовала прийти несмотря на то что я была в жутком зеленом пальто как сейчас помню сейчас я я подумала себе наверно ко мне пришел такой человек на собеседование сделала определенные выводы но и лишь от юнусович он прямо так это сказала попробовать вот здесь вот мы базировались здесь было и как бы наши редакции общие это была одна семья а руководство у нас сидела за вот этой зеленой занавеской надо двигалась туда сюда туда сюда и когда кто-то писал я помню звук всем кричали тихо пишем звук и вообще когда слишком долго и не не по делу говорили по телефону оттуда раздавались крики может быть хватит на этом здравствуйте я расскажу о погоде которую мы вам покажем на следующей телевизионной неделе все будет хорошо дмитрий пивоваров с вами дмитрий пивоваров программе город тоже практически с первых дней это благодаря ему казань узнает о культурной жизни города последние три десятка лет а уж как к нему относятся в артистической среде ходят легенды скажу просто принимают за своего эфир это было все это было окно в европу это было окно в казань который никто не знал это были проблемы это был это были фильм но понятно что фильмы добывались почти что контрабандным способом с этого начинались все телекомпании это был какой-то новый прорыв потому что доселе не было ничего подобного программа город поздравляем программа город город казань город телекомпания эфир убедились в том что мы делаем свою работу правильно мы делаем честно мы сами себя не обманываем и я считаю что действительно мы заслужили потому что мы долго шли к этому мы очень хорошо работали мы старались после этого прям хочется налить давайте теперь перейдем к более наверное скучной практике но тем не менее от этого зависит все и так новостной репортаж от идеи до выхода в эфир и так в чем суть телевизионного репортажа ну да и любого собственно произведения на вплоть даже художественного как думаете рассказ роман документальный очерк радиорепортаж телевизионный наличие идея близко отлично сейчас так то есть но а суть в том что у нас в каждом репортаже как в каждом произведении есть герои то есть кто-то да этот герой у нас что-то делает то есть действие и мы в нашем сюжете в нашем произведении отвечаем на вопрос почему он это делает то есть вот три кита на которых базируется любое художественное аналитическое документальное произведение повод для создания новостного репортажа то есть мы выделяем как некую такую вот актуальную информационную повестку это когда что-либо происходит это может быть какой-то конфликт это могут быть какие-то перемены в нашей жизни о которых мы как журналисты должны донести нашим зрителям рассказать и исходя из этого так как мы все-таки говорим о телевизионном репортаже мы его определяем как телевизионный сюжет на определенную тему в связи с которой журналист что-то сообщает зрителям тема что такое тема в телевизионном сюжете да в любом сюжете тут почему я это выделяю в отдельный слайд очень часто происходит подмена понятий есть понятие темы есть понятие информационного повода некоторые ставят знак равенства между этими вещами хотя это ну совершенно разные понятия и нужно четко отделять одно от другого как вы думаете ну допустим ситуация гипотетическая в казани выявлен сегодня выявлен 500 зараженный вич и а статистика больных вич неуклонно растет вот что из этого тема а что информационный повод как думаете как вы до этого дошли ну примерно так то есть информационный повод это то что нас заставляет сделать сюжет именно сегодня не завтра не через неделю а именно сегодня и поэтому самая главная подсказка если ваши вашим вашей теме слова сегодня если есть значит это есть информационный повод это дает нам право делать сюжет вот потому что очень часто молодые журналисты когда вливаются наш коллектив подходит ко мне как продюсеру и говорят вот я хочу сделать сюжет о бездомных животных круто хорошо но проблема актуальна с бездомными животными а что сегодня почему именно сегодня мы делал будем делать сюжет про бездомных животных если он не говорит потому что сегодня в кировском районе а очередная стая собак напала на ребенка я говорю окей это классный сюжет это отличная тема ярко выраженный информационный повод делаем с этим разобрались так источники информации тоже огромная проблема для новичков вот они приходят и где брать темы для сюжетов где брать какие-то информационные поводы вот но тут собственно перечислено где когда я начинал у нас этот список был наверное короче процентов на 70 был один стационарный телефон на всех и справочник желтые страницы казани сейчас у нас есть ну тут не не по порядку соцсети интернет куча разных других источников но все таки на первое место я всегда ставлю собственные источники информации то есть какие-то собственные источники информации это то что вы сами где-то услышали увидели прочитали прочитали не в смысле зашли на официальный новостной ресурс какой-нибудь там риа новости тасс и и прочитали и вот этому моя собственной информации нет то что является эксклюзивом и уникальностью добытого именно вами информационного повода откуда бывают собственные источники информации у опытных журналистов как правило это когда вы работаете как правило журналисты но сейчас есть некая такая все-таки универсальность то есть сегодня я рассказываю про сельское хозяйство завтра поехал на нефтяную вышку послезавтра в оперный театр на премьеру и я должен как бы уметь по любой теме но все-таки в больших редакциях как у нас программе город мы стараемся какие-то тематические блоки распределять между конкретными журналистами для чего это делается для того что когда человек долбит одну и ту же информационную нишу он там становится своим человеком он становится профи ему начинают доверять люди из этой нише и соответственно воспринимать его как своего человека делиться с ним информации поэтому это очень классно когда это есть но к сожалению в условиях маленькой какой-нибудь провинциальной редакции где работает три с половиной человека ну так условно говоря вот я и жнец и и на дуде и грец и так далее да вот это не это невозможно вот но идеале должны быть люди которые работают спортивный комментатор культурный обозреватель парламентский корреспондент журналист паркетник знаешь такой журналист паркетник тот который освещает работу официальных органов президент кабинет министров почему и паркет паркет то есть совещание заседания официальной информации звонки и сообщения зрители во все века и времена это был ну наверное самый основной и мощный источник и в первую очередь это очень важно именно для провинциальных компаний не федеральных каналов то есть почему потому что нас смотрят и зачастую рейтинг у местного канала у местного выпуска новостей гораздо выше чем у федерального потому что мы рассказываем о том что происходит конкретно в городе где вы живете а это всегда априори интереснее чем ну какая-то общемировая общефедеральная повестка потому что человеку важно какую улицу завтра перекроют где не будет воды какой дтп случилось ночью там на перекрестке краснококшайской там и с чем там краснококшайская пересекается но понятно да вот и удовлетворив свой интерес местной повесткой потом уже можно посмотреть что там в украине чего там в мире чего там гага по поводу мх-17 вынесла ну и так далее по официалке я уже собственно сказал то есть как правило официальный источник информации это пресс-службы с которыми мы плотно работаем со всеми и нам не приходится как правило прикладывать усилия чтобы получить от них информацию только если это не касается какого-то комментария от официальных лиц который нужен нам для нашего сюжета как правило они присылают пресс-релизы поездки свои информационные и мы сами выбираем что нам интересно на это совещание мы поедем это нам не очень интересно вот это вот обязательно нужно нет не просто съездить но еще и сделать какие-то досъемки найти героев дальше я расскажу почему это важно ну по соцсетям понятно все да то есть это настолько мощнейший источник информации который буквально за последние десять лет опрокинул абсолютно все остальные ну вот огромный пласт информации попадает в новости из соцсетей все эти страницы там подслушанного казань вконтакте там личные там ну instagram facebook сейчас запрещено в россии но тем не менее какие-то личные страницы известных людей лидеров общественного мнения и так далее так далее и тому подобное сюда же относим так как мы телевидение мобильное видео вы замечали последнее время какой огромный пласт мобильного видео попадает в новостные выпуски то есть видео снято непрофессиональным оператором не на профессиональную камеру а на мобильный телефон кто-то что-то снял и это потом попадает как правило в соцсети а из соцсети попадает на телевизионный экран и в этом огромное конкурентное преимущество потому что мы сейчас по сути все со своими сотовыми телефонами операторы что такое а профессиональный оператор приехал чувак с камерой большой поставил на треногу приготовился что-то снимает что такое мобильный репортер со своим сотовым телефоном вы едете мимо вы увидели какую-нибудь аварию достали сняли видео и кроме вас это видео может может не снять никто тут эксклюзивность и уникальность и ну и много еще чего поэтому мы очень ценим этот источник информации другие средства массовой информации надо ли смотреть за конкурентной средой вокруг тебя то есть твои коллеги журналисты из других сми конечно надо и мы это делаем в обязательном порядке и даже у нас каждое утро в редакции начинается с планерки на которой мы рецензируем свой собственный выпуск вышедший накануне основной и обязательно дело делаем обзор своих коллег конкурентов с других каналов что показали они чего не показали мы почему первым сюжетом они поставили эту историю она у нас 4 вышла чем они руководствовались где мы были выше где мы проиграли обязательно нужно это делать потому что иначе но ты ты оказываешься выключенным и из актуальной информационной повестке потому что ну знать все везде всюду невозможно вот и изучение конкурентной среды она обогащает тебя и помогает избегать в дальнейшем каких-то ошибок или упущений в информационной палитре дня календарь памятных дат это палочка-выручалочка вот через полтора месяца новый год в россии опять по моему праздник там дней на 9 гулянка да вот когда россия гуляет информационная картина как правило нулевая ничего не происходит все отдыхают кроме дежурных служб ну и за исключением это конечно у нас рай для криминальных программ перехват потому что народ веселиться отдыхает ну и те кто слишком сильно отдыхает как правило потом их тянет на приключения и криминальная хроника очень богатой получается вот но тем не менее не ни одной криминальной хроникой жив выпуск и поэтому нам нужно конечно отслеживать и в данном случае календарь памятных дат он очень помогать такая палочка-выручалочка когда нет тем мы заглядываем а что у нас там в этот день а что в тот день это может стать информационным поводом и вполне может из этого родиться какой-то сюжет какая-то история и понятие мыльные оперы так называемые сериалы то есть это темы которые не заканчиваются с выходом сюжета а подразумевает под собой целый ряд сюжетов то есть одна тема мы ее осветили прошло какое-то время и там получается новый виток этой истории какие-то новые герои может быть вовлекаются в орбиту и мы возвращаемся к этой теме и делаем снова и снова это очень ярко демонстрирует судебные репортажи то есть первый сюжет мы делаем о том что что-то случилось до 2 сюжет поймали подозреваемого третий сюжет идет суд четвертый сюжет вынесли приговор это и есть в нашем понимании мыльная опера и это тоже очень здорово когда есть такие темы и когда они отслеживаются и как правило на мыльные оперы мы тоже стараемся сажать одного и того же корреспондента ну не так что вот один сюжет на эту тему сделал один а потом там что-то случилось еще другой поехал потому что у одного человека у него уже вся полнота информация он в этом ну он всех знает он он все нюансы знать все подводные камни у него это лучше получается опять же идеальная ситуация люди болеют уходят в отпуск и понятно что если автора предыдущего сюжета из мыльной оперы нет в данном случае аж надо ехать на съемки что-то делать поедет другой хронометраж сюжетом как вы думаете сколько в типичном новостном выпуске а как правило они идут где-то 30 минут полчаса должен занимать полноценный сюжет минуты 3-4 как думаете почему правильно потому что а за полторы минуты это чисто психологически уже доказано теряется интерес зрителя к той или иной теме но понятно что какой-то криминальный репортаж кто-то может смаковать и 3-4 минуты смотреть там эти покореженные машины эти лужи крови на асфальте эти пострадавшие особенно в перехвате у нас пострадавшие особенно когда они нетрезвы там ну такие герои бывают что интересные послушайте посмотреть но но не все это принимает кто-то не приемлет вообще на экране вот этого насилия крови и а он может переключить просто а это самый страшный приговор программе новости если они досмотрели до конца если ушли середины поэтому за 90 секунд мы просто успеваем вести человека в курс дела а дальше бах пошла другая история мы держим своего зрителя постоянном напряжении но конечно много исключений о них потом попозже скажу потому что есть конечно в практике новостей и семиминутные сюжеты и сам я грешен а я люблю делать long play вот большие сюжеты вот но для того чтобы в течение 7 минут удерживать внимание зрителя для этого нужно конечно очень постараться а дальше по содержанию сюжета но вот такое такая фраза из французского классика жан-поль сартер в альзасе примерно в 1850 году школьному учителю так надоели его ученики что он решил стать бокалейщиком казалось бы где тут современные новости и жан-поль сартер а это очень яркая иллюстрация следующего правила новостной журналистики но я уже вначале упоминал что это многие вещи к нам пришли западной журналистики поэтому будут встречаться англицизм и время от времени в этой презентации так называем называемое правило 5w почему w потому что это калька с английского языка те кто английский язык знает учит прекрасно знают эти вопросы видите они все надо был и начинается то есть в где вон когда ху кто вот что и вай почему вот а теперь давайте вернемся вот к нашей фразе а французской и попробуем на примере правила 5w найти все эти 5w в этой фразе в одной короткой фразе где в эльзасе когда примерно в 1850 году кто школьный учитель что решил стать бокалейщиком почему потому что ему надоели его ученики это и иллюстрация того как должен выглядеть ваш текст сюжета ваш сюжет и что он должен себе содержать то есть зритель должен на все эти пять вопросов получить ответ из вашего сюжета если у него остаются после просмотра вашего сюжета я просто по привычке говорю все время сюжет сюжет телевизионный репортаж на самом деле это относится абсолютно к любому виду журналистского творчества если у него остаются от вопрос без ответа это ваша недоработка как журналиста это непрофессионально поэтому на любой текст нужно смотреть с точки зрения 5w так элементы репортажа 4 плюс пусть вас не смущает это не возрастной ценз это значит что четыре элемента репортажа будет плюс еще один ну полуэлемент как вы думаете из чего состоит ну обычный телевизионный репортаж но понятно текст до текст который мы пишем который мы озвучим который сопровождает наш 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 телевизионный репортаж авторский текст еще что есть картинка монтаж синхрон это понимаю так очень очень горячо интершум или life в некоторых редакциях это называет то есть это он бывает двух видов закадровый и естественный это естественные шумовые эффекты сопровождающие вашу видеокартинку то есть шум дождя там пение соловья в лесу уличный трафик то есть это интершум и life дальше будет понятно зачем мы его выделяем почему он так важен стендап знаем что такое до синхрон тоже знаем что такое кусочек интервью то есть вот они четыре основных но есть еще какой-то там плюс как есть какие-то идеи что такое вот еще есть в нашем репортаже но на отдельный как бы это не тянет отдельную составляющую но тем не менее сказать об этом надо но это синхрон есть же почему это так важно графика телевизионная графика в новостных понятно о чем идет речь да вот представьте магазине на прилавке лежат но бывает же так продают без оберток конфеты в развес да я не в советском союзе было постоянно сейчас не знаю по моему все в обертках вот лежат конфеты без обертки и лежат конфеты в красивой блестящей яркой обертки магазине нельзя пробовать там взять и попробовать бы вы какую выберете наверно то которая вот в красивой яркой обертке потому что обертка это элемент маркетинга чтобы вы купили обертку как правило делать не блеклую какую-то там серо-белую а ну такую вот яркую кричащую вот графика выполняет новостном выпуске ту же самую функцию она украшает она делает более доступным понимание информации так вот здесь вот по моему будет сейчас первый у нас видео да давайте посмотрим он беззвучный это так называемая анимационная графика то есть когда на экране что-либо двигается но вот так вот творчески наш компьютерный графист подошел к заданию нарисовать как татарстан граница татарстана атакует свиная чума африканская вот но согласитесь сказать об этом просто устно в кадре как ведущих сидит студии и когда вот такая картинка на нем появляется это совершенно разные уже восприятия и это запоминается лучше цитирование какой-то документ постановление какое-то праздничное обращение президента нам нужно выделить из общего контекста цитату как мы это делаем мы ее вот так вот увеличиваем выделяем ну вот еще фоном там красным опять же это делается для большей наглядности одно дело просто устно зачитать это все другое дело когда ты и ушами воспринимаешь одновременно и глазами видишь в памяти остается вот сидит какой-то дядька с апельсинами картина явно да такая старенькая по моему это ты плохо вижу 1888 год картина датского художника какого-то продавец апельсином называется опять же зачем вот она нам здесь вот это все художество здесь продаются прекрасные недорогие апельсина теперь прикажем что этот человек стоит на рынке ларек стоит да и ну или там вот эта палатка и у него такое объявление рядом с ним апельсины лежат он торгует ими здесь продаются прекрасные недорогие апельсины сейчас мы уже переходим к блоку как должен выглядеть язык телевизионного репортажа наш текст а вот когда мы видим вот этот ларек с этим продавцом и его апельсинами с точки зрения экономии хронометража который у нас 90 секунд помним телевизионного репортажа как считаете а каким словом можно пожертвовать и выбросить из этого предложения без ущерба для понимания смысла прекрасные почему но я бы сказал так потому что мы видим сами глазами прекрасно они или ужасные если они гнилые у него какие-то да то тут а мы мы их не купим вот мы видим что апельсины хорошие хорошо слово прекрасные мы выбросили еще правильно потому что здесь и сейчас мы видим что он ларек открыт он торгует еще конечно он же их не на выставку выставил чтобы вывод мимо проходили издалека любовались как музей не трогать а вот он их продает мы уже выкинули три слова еще что-то можно вы выкинуть из этого предложения я бы вики выкинул слова апельсины потому что мы видим что не ананасы не бананы а вот как раз недорогие здесь нет ценника видите это как раз та информация которую нам это видео это изображение не дает поэтому в ларьке всегда на кучке апельсинов будет стоять маленький ценник на котором будет написано цена то есть мы выбросили все лишнее и осталось у нас только одно слово это очень яркая характеристика того как как мы должны описать под телевизионную картинку делая наш сюжет репортаж опять же почему нужна такая емкость и краткость потому что у нас 90 секунд но стандарт и мы знаем что перебрать нельзя потому что помимо моего репортажа еще 67 репортажей моих коллег должно вместиться выпуск а помимо собственно репортажем еще есть и рекламные паузы еще есть и устная информация еще есть масса масса всякой другой всяких других видов информации подачи вот соответственно из этого следующие требования к языку телевизионного репортажа у нас предъявляется короткие простые предложения как думаете почему они должны быть короткими простыми а ну помимо того что у нас жесткий лимит времени правильно потому что мы воспринимаем это слово с экрана на слух а поэтому газетный язык отличается от языка телевизионного потому что в газете если вы прочитали абзац и не поняли его вы можете вернуться к началу предложения и перечитать в телевидении вы этого сделать не можете вот поэтому у нас предложение должны быть очень короткие простыми вплоть до ну я не знаю примитивизма какого-то они должны быть понятны вот ложась с экрана на мозг вашего зрителя абсолютно любого человека студента педагога пенсионерки с класс с образованием три класса которая не знает там может быть каких-то терминов каких-то вот глубоких познаний у нее нет но она должна также вот то есть мы должны ориентироваться на некую универсальность восприятия то есть не должно быть разночтение о той информации которую мы несем с экрана по этой же причине мы под нож пускаем всю специальную терминологию профессиональный жаргон этим грешат как правило там когда мы делаем сюжет ну допустим на медицинскую тематику медики как начинает давать интервью как это жесть можно ведь сказать грипп но можно сказать и инфлюэнса реальный случай из практика программы город корреспондент вместо делала сюжет и значит решила ну видимо ради красного красивого словца сюжет был о том что выросло количество детей заразивших заразившихся в шами детском саду где-то была такая история ну вот вместо того чтобы прямо сказать значит там дети подхватили значит насекомых вот она употребила слово эпистархоз то есть это профессиональный термин медицинский который обозначает то же самое но нашим зрителям он абсолютно ничего не говорит он вводит их ступор а если они чего-то не понимают это вызывает у них раздражение и нежелание смотреть такие новости поэтому максимально наш язык должен быть простым даже примитивным но по этой же по по этой же причине мы выбрасываем все какие-то штампы украшательства многословие то есть то что не несет в себе никакой полезной информации ну как правило то какие-то вводные слова что называется как говорится то есть то самое мы смотрим на предложение телевизионной с точки зрения если мы вот это вычеркнем изменится ли смысл нашей информации не изменится смело вычеркиваем так по поводу цифр и аббревиатуры хочу немного вернуться к графике для чего еще нужно графика когда допустим у нас сюжет перенасыщен какой-то справочной информации ну я не знаю там проект бюджета обсуждает парламент республики и вы начинаете рассказывать сколько денег там 2023 году потратит на социальное обеспечение малоимущих сколько на культуру сколько на медицину и так далее и тому подобное цифр много опять же психологически доказано что в одной фразе более двух цифр человек не воспринимает он теряется он забывает уже что там ему сказали в начале поэтому мы как правило обращаемся к графике когда у нас еще ну перенасыщен цифрами наш сюжет то есть мы не не просто проговариваем это мы еще и рисуем все это вот там эти кривые там все эти столбики с цифрами на экране чтобы это было очень ну наглядно так интершум и теперь мы уже перешли собственно к построению сюжета как как вот эти вот элементы о которых мы уже говорили как их правильно расположить как нам собрать этот пазл чтобы цельная картинка получилась безусловно должно быть сюжете яркое начало ну опять же обращаясь к литературе завязка да если завязка вялая то мы можем бросить книжку в начале на середине ну слишком медленно все развивается мы перестанем фильм смотреть если вот он ну нет яркого какого-то начала и поэтому очень часто в кинематографе этот используется прием когда в начале дается какой-то саспенс кусок который захватывает наше внимание но ничего не понятно кто-то кого-то убил а потом классический там допустим классическая экранизация детектива агаты кристи потом там мисс маппл или эркюль пуаро на протяжении полутора часов все это расследует до экранного времени но кто кого убил началь непонятно вот то же самое и у нас в репортаже вообще с шоу-бизнесом учтем у журналистики в телевизионном очень много схожего и так яркое начало интер паузы это те самые life о которых мы уже говорили как собственно яркое начало как правило вначале идет интер шум интер паузы это интер шум внутри сюжета и думаем о концовке то есть а концовка не должна быть смазанная в конце у нас тоже должен быть какой-то яркий восклицательный знак почему потому что конец запоминается лучше всех поэтому очень часто многие журналисты в конец сюжета ставят стендап мы потом об этом еще тоже упомянем для чего нужно яркое начало в телевизионном репортаже потому что просмотр новостей ну классический по телевизору в корни отличается от просмотра того же художественного фильма о котором я упомянул чем отличается когда мы хотим посмотреть фильм допустим мы покупаем билет в кино кока-колу попкорн да мы садимся в мягкое кресло и мы себе психологически настроили что ближайшие полтора-два часа мы будем сидеть и пялиться в экран и смотреть новости так никто не смотрит новости смотрят как фоном то есть ну как 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 я допустим я прихожу домой а включая телевизор на кухне и там начинать чего-то там по дому а он вот идет 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 и что сделать чтобы отвлечь меня от домашних дел и чтобы я вперился в экран яркий интершум начальный который который является рыболовным крючком заставляющим вас переключить свое внимание на ваш сюжет упустили вы яркое начало потеряли зрителя несколько примеров скорая помощь в главный инфекционный госпиталь казани продолжает пребывать ежеминутно сюда как но это презентация времен к вида поэтому тут много будет каких таких моментов связано с коронавирусом то есть едет скорая помощь раздражающий громкий вот этот вот сигнал скорой помощи который подсознательно вызывает у нас тревогу если она едет проблесковый маячок горит и и идет звуковой сигнал значит что-то случилось значит кому-то плохо кому кого-то пытается спасти все мы уже заинтересованы гарантирован мы отвлеклись и смотрим куда кому наедет и и что что вообще случилось следующий то же самое вот он я ее надел на я допустим не знаю куда ее делать этот молодой человек москву конечно надел но не так как надо не да иногда ярким началом может служить кусочек синхрон а если что-то тоже такое вот не просто там ну я ношу маску а вот тоже вот какая-то интрига то есть он зашел в торговый центр его тормознули и его на самом деле по ходу сюжета штрафует за то что он маска есть но если она у тебя на подбородке или там на руке на ноге они на лице то тебя все равно штрафует это тоже интрига тоже рыболовный крючок дальше я и без права это видео маленькая камеля снимала по дороге в школу как многие дети девочка любит записывать каждый свой шаг на камеру 1 ну да понятно уже о чем эта история о тех самых бродящих собаках и как раз вот кстати помните я говорил о мобильном видео о его уникальности важности для новостей то есть это яркий пример девочка идет снимать на нее нападает собака интригует интригует тут есть еще такой психологический момент нас всех очень заботит все что касается безопасности наших детей априори эта тема будет всегда в топе и как правило вот все что касается детей что-то случается с ними им грозит какая-то опасность это всегда выносится в начало информационного выпуска но это базовый человеческий инстинкт с первобытных времен защитить своего ребенка а что делать в ситуации когда ну нету интершума ну нету его вот ну вот это вот как раз такая ситуация давайте посмотрим как журналист вышел каждого входящего в музей чая встречает портрет шайн-нуна одного из ключевых героев китайской мифологии древнего правителя и царя лекарств это он 7 ну да шайн-ну но на самом деле ситуация патовая пришел корреспондент снимает репортаж выставка пустой зал никого нет и никаких звуковых тишина паркет скрипит только под шагами ну вот он просто сделал искусственный интершум он наложил музыку которая ну может быть тоже кого-то отвлечет и привлечет к экрану хотя конечно такая музыка наверное больше способна усыпить по стендапу добрались мы до стендапа очень часто говорят да зачем нужны эти стендапы ну вот журналист хочет показать во что он одет какие там красивые сережки на этой девушке вот и вообще он показывается на экране чтобы звездить в ряде редакции есть такое мнение такая позиция и там даже журналистам запрещают писать стендапы мнение в корне неправильно я с этим никогда не соглашаюсь я с этим отчаянно сражаюсь но просто на самом деле есть еще и объективная ситуация опять же берем какую-нибудь маленькую телекомпанию в кукмаре или в баблах где работает там три человека в редакции то есть корреспондент поехал сам снял сюжет сам смонтировал еще сам вечером сел и новости провел и они говорят ну зачем я если я веду эти новости и появляюсь в кадре в студии зачем мне еще появляться в стендапе там на фоне чего-то и чего-то говорить типа ну что это такое вот мелькание вот то есть даже в этих случаях мы всегда говорит пишите стендап потому что они выполняют совершенно иную функцию а не то который вот я только что сказал вот какую функцию несет стендап журналист как эксперт то есть я появляюсь в кадре сзади меня дымятся обломки самолета я нахожусь на месте происшествия говорю вот сейчас вы видите как за моей спиной там команда пожарных пытается потушить и ищут выживших а то есть я эксперт я прибыл на место происшествия я видел все своими глазами мне можно доверять вот мой посыл аудитория это первое но и эффект присутствия пресловуты которые вы наверняка проходили на ваших занятиях что такое эффект присутствия то есть я здесь сейчас нахожусь вот и мои глаза это ваши глаза вы смотрите на это происшествие моими глазами ну примерно то же самое то есть я это вижу сам поэтому мне можно доверять я вам не с чьи-то слов рассказал о том что случилось а вот ну видел собрал информацию побеседовал с очевидцами мне как очевидцу можно доверять стендап авторская подпись это вот то что я говорил некоторые стендапы в конце пишется то есть когда человек появляется и появляется он в кадре часто и к его изображению привыкают зрители то есть они знают они знают как что это за человек как правило какую тематику он освещает как он это делать профессионально у зрителей появляются какие-то свои любимчики даже которых они вот даже ждут вот репортажи этого человека это очень ярко сейчас проявляется во время своего на военкорах то есть мы все знаем по именам наших военкоров мы знаем кто такой сладко мы знаем кто такой стешин кусенкова кто там еще бегов вот смотрим что они делают сопереживаем за них как будто вот они наши близкие знакомые тоже родственники члены семьи вот это еще одна функция которая несет стендап не звездить в кадре своим изображением а приучать зрителя к вашему изображению как к некоему эксперту которому можно доверять поэтому стендап я считаю обязателен вот они сейчас раз рассмотрим виды стендапов это тоже видео так называемый статичный стендап несложно предположить что причиной трагедии стала именно высокая скорость 14 машина проскочила вот этот небольшой газон затем каким-то невероятным образом пролетела около 10 метров и приземлилась на крышу вот на те самые трубы шансов выжить у одного из людей просто не осталось ну а почему статичный стендап потому что журналист стоит в кадре он никуда не идет он показывает там есть какое-то движение но это собственно на у на науры на уровне рефлекса вот когда делается статичный стендап когда у вас сзади вас говорящая картинка я говорил уже про катастрофу самолета вы стоите вам не нужно никуда идти ничего показывает сзади вас дымятся там вот или там катастрофа и мы рассматриваем что там эта машина как она на эти трубы выскочил как атака вообще стало возможным то есть и задача журналиста своим мельтешением в кадре не отвлечь вас от изучения того то есть вы слушаете что он говорит это важная информация и ее важность подчеркивается тем что он ее говорит специально в кадре на микрофон они за кадром вот и рассматриваем что сзади то есть статичный стендап активная активный задний фон у нас простой стендап движением отправляясь в поездку на поезде дальнего следования проводники настоятельно советуют измерить температуру дома ведь в случае если она здесь окажется повышенной вас попросту не впустят вагон для чего делается движение в кадре вот когда картинка очень ровная обычная ну стоит электричка там или поезд что это не знаю на вокзале ничего не происходит нигде ничего нигде не бабахнула никто не бегать с выпученными глазами все совершенно тихо мирно корреспондент делает оживляж в кадре своим движением он двигается и нам интересно опять же на подсознание а куда он идет а зачем он идет почему он вообще двигается и куда он придет и что он покажет то есть для этого делается стендап движения это так называемый простой стендап простой почему потому что он снят одним планом но есть еще сложные стендап в движении то есть это стендап и которые как правило они в них больше текста чем 1 2 коротких предложения и его разбивают на какие-то блоки вот и как правило меняется крупность плана при этом сложности до движения миллион алых роз на колесах многие горожане наверное обратили внимание на троллейбусы со столь необычной расцветкой но мало кто знает что за этим скрывается трогательная история любви несколько лет назад в казанском троллейбусе один из пассажиров встретил свою судьбу говорят это была любовь с первого взгляда разрешите пожалуйста спасибо так вот с тех пор этот человек пожелавший остаться инкогнито каждый год день рождения своей супруги дарит городу по такому сверх современному троллейбусу где есть абсолютно все необходимое и сегодня таких машин в троллейбусном парке казани уже четыре все они обязательно ходят только по шестому маршруту и в салоне каждой из них звучат только мелодии любви поистину казанский троллейбус соединяет сердца или он и алых роз ну вот то есть много было текста и поэтому был стендап разбит на три больших блока потому что это нужно было снять с разных ракурсов и трудно просто проговорить на одном дыхании что называется вот такой длинный текст будет много дублей стендап анимированный где на этом месте появится новая детская больница для казани в частности для жителей новосавиновского района пока непонятно этот вопрос только предстоит решить однако уже известно что площадь ее составит всего шесть гектаров в разы меньше чем при строительстве многоэтажного дома артем логвинов и дмитрий рыженко телеканал эфир ну это для чего делается когда ну опять же картинка у вас достаточно стабильная ничего не происходит но нужно рассказать и происходит вот такой вот микс компьютерной графики которые безусловно здесь украшает и более того дает представление ну вот в данном конкретном случае как будет выглядеть это новая детская больница он приехал на пустырь где скоро развернется стройка и ну так сказать показал как это будет выглядеть там через пару лет то есть вот это основные виды стендапов которые используются и в следующий раз будете смотреть новости можно даже посмотреть ну и попытаться классифицировать вот этот это стендап там простой статичный это там в движении это вот анимированный синхрон добрались мы до синхрона а синхрон 20-25 секунд как вы думаете почему там не 40 секунд не минуту говорит наш герой в сюжете а вот именно вот такой образец ну вот вы выбран 20-25 секунд совершенно верно потому что говорящая голова говоря которая говорит больше 25 секунд в кадре скучно то есть первые секунды когда кто-то появляется кадре нам интересно мы смотрим кто это как выглядит то что одет потом следующие секунд 15 мы слушаем что он говорит если он говорит дальше начинаем скучать тем более если это нам не интересно если для нас это какие-то банальные вещи или непонятные мы теряем интерес поэтому ваши герои в сюжете которые дают интервью режутся на вот такие вот фрагменты 20-25 секунд все остальное за них содержание беседы мы передаем за кадром как правило своими словами вот именно авторским текстом написанным по тем правилам короткие простые предложения понятны и всем вот ну потому что цицеронов среди нас не очень много да и многие говорят плохо откровенно у кого-то акцент есть у кого-то дефекты речи есть и слушать на протяжении 40 секунд когда кто-то картавит ну это насиловать уши нашего зрителя хотя конечно с этим бывают постоянно проблемы я помню одного депутата нашего госсовета который очень сильно возмущался вот и даже один раз зашел на трибуну госсовета а я был парламентским корреспондентом тогда и значит сказал я хочу поднять вопрос значит этики телекомпании эфир я им на 40 минут интервью дал они из меня мультфильм сделали там отрезали здесь при пререзали 20 секунд дали ну вот человек просто не понимает специфики работы тележурналиста и ну может быть даже надо объяснять ему чтобы для него не был не при неприятным сюрпризом вечером когда он сел смотреть новости увидел себя в таком виде почему это происходит потому что такие жесткие рамки нашего репортажа нет кабинетному интервью но здесь наверное догадайтесь почему мы не любим снимать людей сидящих в мягком кресле в своем кабинете на фоне двух президентов как думаете почему но скучная картинка жену скучная ну ничего если мы приехали брать интервью у директора какого-нибудь завода тащите его в цех ставьте его на фоне то пусть сзади идет этот конвейер ну конечно если там шумовые эффекты не не забивает ваше интервью вот пусть что-то движется что-то делается ну хотя бы просто на улицу но не кабинет ни в коем случае не не какая-то кирпичная глухая стена мы телевидение и мы всегда думаем и заботимся не только о тексте но даже в первую очередь о картинке она должна быть у нас отработана на все сто процентов неважно снимаем или мы какое-то вот непосредственно действия или интервью на фоне чего-то фон тоже должен быть говорящий забежал вперед почему не следует давать 2 и более синхронно одного и того же человека в сюжете ну потому что как бы возникает ощущение ну что как бы бедность источника информации у вас только этот человек и он четыре раза появляется за сюжет и говорит и говорит и говорит во первых вы его уже рассмотрели он нам надоел поэтому а пусть об одной и той же теме но у вас говорят в сюжете 23 человека разные по 20 секунд каждый совершенно будет другой эффект восприятия но у нас есть исключение это портретный очерк тут тоже понятно почему потому что если мы делаем сюжет целиком и полностью посвященный одному человеку то понятно что главный герой у нас там он и а мы ему даем высказаться несколько раз но это мы как правило пишем интервью в разных интерьерах одно там он в кресле у камина сидит рассказывать что-то потом дальше мы с ним там гуляем по саду дальше он там что-то делает на кухне микрофончик повесили он что-то говорит при этом то есть он у нас должен все равно выглядеть по-разному наших этих интервью кто-то про про блиц опрос упоминал очень важная вещь блиц опрос на улице на самом деле почему у эфира в свою очередь свое время в 90-х сложился такой имидж народный что ли телекомпании которая впрягается за какие за решение каких-то проблем чисто вот народно потому что когда мы начинали было gtrk а gtrk понятно это канал созданы в первую очередь об для информирования населения о действиях власти и поэтому там на экране были сплошные чиновники именно на 1 которые начали показывать простых людей в их каких-то проблемах какие-то без конца снимали трущобы какие-то там текущие краны унитазы там кто-то кого-то обманул то есть вот вот это все хлынуло с нашего экрана это было настолько но в начале девяностых непонятно а проблем начале 90 было очень много что это сразу как-то вот ну потянуло зрителя к экрану поэтому вот блиц опрос это как раз вот этот вот фактор народности когда люди видят таких же простых людей с улицы выхваченных как они сами вот не какие-то там эксперты они тоже нужны но дозировано вот ну как бы им более приятно смотреть такой сюжет и они эти проблемы которых рассказывает отождествляются своими проблемами по сути ведь проблемы универсальны у всех даже если мы рассказываем о проблеме конкретно взятого человека так ну снимаем монтаж на это имеется ввиду чисто технический прием когда вы снимаете одну интервью вот человек стоит у вас собеседник с этой стороны то следующее мы монтируем он должен стоять с этой стороны то есть не должно у нас быть смонтирована с одной точки съемки несколько blitz интервью треугольник общения так называемое это когда собеседник говорит журналистам они с объективом ну наверно те кто на универ тв вы наверное это знаете да то есть когда снимаем интервью мы смотрим на журналиста который держит микрофон они в камеру потому что если мы смотрим в камеру возникает эффект обращение к зрителю прямой апелляции то есть это как правило когда вот какое-то обращение да вы смотрите и напрямую обращайтесь к зрителю когда вы общаетесь с журналистом и рассказывать ему то эффект просто беседы в которой вы делитесь какими-то фактами ну тут собственно то о чем я сказал просто самый такой подводим итог то есть что такой двойной вопрос скажите пожалуйста почему вы сделали это и что вы дальше там намерены делать то есть в одном вопросе мы заключаем сразу два вопроса и наш бедный визави не знает на какой мы вопрос отвечать более того если вопрос длинный задаете то он не помнит с чего вы начали что в начале спросили вот и идите и чем закончили поэтому он как правило начинают либо говорит повторить пожалуйста либо говорили вы начинает отвечать на второй вопрос который ему был ближе по времени он его запомнил закрытый вопрос это вопросы которые подразумевают ответ либо да либо нет и не не развернутый ответ об этом свидетельствует такая форма скажите пожалуйста тра тата 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 не так ли и вы ему даете как бы ну понять психологически что ему надо сказать да конечно так конечно есть такой журналистский прием когда вы хотите вложить уже заранее известный вам ответ и нужный вам ответ у интервьюера у интервью и ру ему год то можно его применять хотя это не совсем корректно с точки зрения журналиста когда мы наводим своим вопросом на нужные и заранее заготовлены для нас ответ многословные вопросы это то о чем вопрос должен быть коротким понятным как предложение для текста нашего сюжета то есть не надо вот долго рассказывать предысторию вопрос а потом задавать вопрос потому что человек забывает ему тяжело вот это все ну вот держать в памяти и начать отвечать ну вот наводящие вопросы так привил при 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 увеличении тональная окраска максимума нейтральности ну это очень ярко опять же обратимся к практике судебного репортажа допустим ситуация вы наверняка это видели ведут в зал суда подозреваемого у него руки в наручниках до его ведут кучу журналистов значит стоит и кто-нибудь из такой вы крик выск скажите вы вы правда убийца зачем вы убили этого человек человек никогда на этот вопрос не отвечает зачем это сделано хайп попытка попиариться вот я и вот 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 я выкрикнула этой столпы я выделился вот смотрите какое хорошее но какой положительный эффект от этого вопроса да никакого поэтому ну лучше этого избегать ну вот тут собственно это вот то то какие должны быть вопросы то есть открытые нейтральные избегаем провокации простые ясные пауза вот это важно когда человек у вас очень коротко отвечает не развернуто и вам от него надо больше деталей каких-то есть универсальный инструмент пауза вы задаете ему этот вопрос он начинает отвечать и в какой-то момент прерывается смотрит на вас он считает что он уже ответил на ваш вопрос а вы не получили ответа вы не получили информации полной и вот уже продолжать на него смотрите сверлить его глазами идет такая молчаливая дуэль кто кого пересидит и это посыл и как правило психологически ваш собеседник начинает с прерванного места продолжать более подробно вам отвечать на вопрос работает сто процентов попробуйте как нибудь слушаем внимательно и надо быть готовым изменить свой следующий вопрос в зависимости от того что говорит собеседник мы как бы особенно тех кто начинает молодые журналисты мы всегда как бы советуем составлять некий список вопросов план беседы не обязательно приписать вот вопрос такой вопрос такой а просто там первое там спросить про это второе там упомянуть про это третье уточнить это ну там три-четыре каких-то вот таких вот тезиса вот но очень часто бывает когда журналист составляет себе такой список он работает исключительно стопроцентно по нему то есть вот он один вопрос ему зачитал журналисты на этот вопрос отвечают а он не слушает потому что он смотрит на вопрос номер два и так думать так сейчас я буду задавать ему вот этот вопрос о чем мне там ответил а может быть он вообще повернул беседу в другую может быть вон начиная отвечать вам на первый вопрос ответил за одно и на второй вопрос которого с отдельно прописан и возникает неловкая ситуация если вы не услышали своего собеседника и быстро не поменяли план план беседы вот поэтому палка двух концах список примерный вопросов должен быть но он должен быть очень пластичным и вы можете его там менять и в зависимости от того какой вектор приняла беседу к нам она может вообще завернуть туда куда не надо так ну это чисто прием тоже съемочный это тоже видео интервью на ходу опять же для чего это делается для того чтобы придать кадры а мы телевидение у нас главная картинка мы знаем придать кадру больше динамики ну вот как 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 это выглядело давайте посмотрим а вы не пульс и маски пока нет надеюсь добавят а добавили же уже сомайскую сегодня отправили нет а сегодня не надо меж тем выход из дома без эсэмэс разрешение остается наказуем правда но это да это вот это вот к видная ситуация когда объявили этот самый первый жесткий карантин и там нужно было чтобы выйти из дома там какие-то эсэмэски отправлять вот и здесь журналист журналистка бежала рядом это как раз разрешили ввели дополнительную эсэмэску для занятия фитнесом и вот она вот таким вот образом отработала это интервью и ну на мой взгляд получилось очень ярко там по моему последний слайд остался у нас советы операторам ну да это кто кто непосредственно занимается съемками а сейчас настолько мы в редакциях универсальны что многие журналисты сами снимают свои сюжеты иногда это даже происходит на сотовый телефон у кого хорошее качество камер на сотовом телефоне и идут такие репортажи спокойно выпуске то есть когда журналист мы нет вот оператора для него специально он выезжает сотовым телефоном и отрабатывает историю вот то есть но что что нужно тут знать это то что телевидение искусство крупного плана то есть как можно меньше используем какие-то панорамы какие-то общие планы ну потому что телевизор как правило это ну небольшой все-таки экран а сейчас многие смотрят телевизионный контент с мобильных устройств с планшетов это маленький экран будем говорить если вы там мельчите вот это вот крупности кадра не хватает то есть смотреть тяжело такой репортаж поэтому больше лиц больше деталей приоритет кадрам говорящим без слов это вот картинки недорого да вот то есть в идеале картинка которую мы показываем должна дополнять то о чем вы говорите вот ту информацию которая нам не дает картинка мы получаем закадровым голосом и наоборот вот тогда это высший пилотаж эмоции в кадре на вес золота ну все там снимали да сэр сэлфи снимаем видео stories снимаем прежде чем снять девушки меня поймут да подкраситься наложить как это фильтр фильтр с ушками ну и так далее то есть человек психологически прежде чем сняться он прихорашивается он старается показаться в кадре лучше чем он есть на самом деле вот и простые эмоции в кадре когда он открывается и показывает себя такой как он есть без прикрас это бывает редко и такие кадры поэтому на вес золота то есть когда у вас кадры человек проявляет эмоции плачет ругается скандалит вот то есть когда он не работает на аудиторию ну здорово когда это есть секвенс это монтажная последовательность кадров это уже чисто монтажерские дела когда мы сидим и клеим наши сюжеты там просто простейшие правила то есть крупность кадров надо соблюдать то есть два общих плана один к одному не клеится это будет скачок для глаза по логике монтажа то есть как правило показали средний план дальше идет деталь там глазах если там мы показываем человека сидящий дальше там его лицо крупно или руки там он что-то перебирает вот дальше там какой-то общий план но всегда помню о балансе белого это те кто уже работал с профессиональной камеры понимают о чем это это чтобы было правильная цветокорректировка передача цветокорректировки у вас на экране надо отстроить баланс по белому ну вот собственно вот такая вот длиннющая была нудная теоретическая часть но тем не менее без нее никуда спасибо во первых большое во вторых здесь как я понимаю такие данные базовые знания что помимо этого желательно знать что прийти к вам на стажировку но на самом деле вот это мало кто знает даже из тех ребят которые у нас уже работают в штате поэтому это это всегда разбирается на планерках и указывается недостатки и в рабочем порядке все вот эти вот вещи они вот ну как это говорится в катарсисе завернить да вот а что знать ну во первых это нужно а понимать что такое репортерская работа и годен ли ты для нее ты должен уметь общаться с другими людьми ты должен уметь вызвать у них определенную степень откровенности доверия чтобы разговорить их вот ты должен быть готов к тому что кто-то не будет с тобой общаться вот как там оля лаврова у нас нога с ноги дверь пыталась открыть да будут выгонять будут ругать вот ты должен знать что твое слово произнесенное с экрана может как помочь так и убить вот то есть это высочайшая степень ответственности должна быть то есть перфекционизм определенный должен быть у тебя проверка фактов особенно ты должен настолько отработать свой сюжет чтобы с точки зрения его понимания аудитория все было понятно то есть вот как допустим я работаю когда я все вот смотрел приехал за съемки все вот смотрел написал текст я отложил пошел там проветрился походил потом сел и снова все перечитал и увидите где-то процентов 30 выбрасывая что что ты написал до этого и меняешь толстой говорят она карину 80 раз переписывал но вот на самом деле в рутине новостей ежедневный столько времени как у толстого не будет там скорее скорее продюсер будет знать на монтаж на монтаж на монтаж беги вот поэтому хотя бы один-два раза перечитать свой текст вот и вот все вот эти вот моменты лишние слова какие-то там термины все это вот почистить то есть вот на это тоже нужно они не экономить времени но все остальное с практикой набивается всем пора как правило приходит человек через месяц он у нас уже в полях здравствуйте хотел задать вопрос по поводу кризиса вот бывает и у новостных корреспондентов кризисы внутренние кризисы понятное дело что внешний фактор мог складываться так что просто нет материала очень тяжело его найти а вот внутри бывает какая-то апатия к делу своему или вот что-то подобное и как с ними справляться сплошь и рядом я думаю на самом деле это в любой профессии бывает такой момент когда хочется все бросить и удалиться куда-то в избушку на лесной полянке да где никого вокруг тебя нет и пчел разводить там да и жить на самом деле у меня так тоже бывает но я понимаю что меня хватит такой жизни хотят и они в этот промежуток времени мечтаешь на два-три дня а потом я буду кричать заберите меня я хочу в новости вот поэтому просто нужно это уметь переживать как-то расслабляться но хотя конечно работа в новостях это нужно нужно готовить к себя к жертвам определенным к жертвам в личной жизни к жертвам ну даже вот буквально потому что у нас были случаи когда просто один человек сошел с ума другой покончил жизнь самоубийством но это 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 и нервная работа и при прием на работу мы предупреждаем потому что те кто любит более спокойный размеренный труд может быть пойти в какой-то вот утренние шоу у нас есть на канале или там отдел каких-то там аналитических программ когда вы делаете одну передачу месяц там а новости ты пришел с утра ты получил задание ты выехал на съемку к вечеру ты должен выпустить отличный сюжет а может быть даже не один и ты все время живешь время для тебя спрессовано вот простите за подробность иногда некогда не в туалет сходить не перекусить но это телевизионные новости сергей спасибо вам огромное еще раз вам спасибо